Шестой вопрос. Является ли нормой, что мужчина сразу ложится спать после полового акта? Ответ. Смотрите. Мужчина во время полового акта растрачивает огромную энергию. И некоторым нужно определенное время для восполнения этой энергии. И они сразу ложатся спать. У них был большой запас энергии. А затем, разом истратив эту энергию, тело переносит потрясение, и им тяжело открыть даже глаза. Однажды ко мне пришли муж и жена. И муж говорит, я после акта сразу засыпаю и начинаю храпеть. Я не часто встречался с такими случаями. Но я вам хочу прояснить картину. Не все, конечно, сразу ложатся спать. Но все точно устают. Поэтому пророк Мириму, когда хотел вступить в половую близость, снова брал омовение и потом возвращался. Конечно же, пророку Мириму и благословения была дана энергия намного сильнее сегодняшних людей. Иногда он обходил всех своих жен за ночь. И такая энергия была дана только ему, Мириму. Аллах дал пророку Мириму несколько отличительных способностей. Из них его сила. Ему была дана сила 40 мужчин. Если он кого-нибудь ударит, то как будто его ударило 40 мужчин. Также из его особенностей было то, что он не ел чеснок и лук. Чеснок и лук были запрещены пророку и разрешены нам. Но это не наша тема. Эта тема рассматривается в основах фикха, в разделе «Особенности пророка». Его энергия в половом акте была одна из этих особенностей. И он делал омовение между половыми актами для бодрости. Ибнуль-Кайим, описывая половой акт, сказал, «Это решение, которое исходит из разума, а затем влияет на страсть». Исходя из этого, все тело мужчины переносит потрясение, потому что купание после осквернения является обязательным. Если кто-нибудь из вас читал фикх, то знает, как пророк Мириму купался после полового акта. Одним из пунктов купания после осквернения является, чтобы по всему телу протекла вода. Я как-то читал научное исследование касательно того, что и как бывает после полового акта. В нем говорилось, что у мужчины во время полового акта пот выходит из-под каждого волоса на его теле. И тело после акта бывает жирным. И от него исходит особый запах. В общем, это длинная тема, и не будем затягивать время. То, что нам важно из всего вышесказанного – это сон. Сестра спрашивает про сон, и как будто ей это не нравится, я тебе дам решение, которое я уже дал одним супругам, и им оно помогло. Я им сказал, что если у вас половая близость бывает постоянно ночью, и муж целый день бывает на работе, то естественно он будет спать после акта. Попробуйте перенести время акта на утро или после рассвета. И они сделали так, как я сказал. Спустя две недели они пришли ко мне, и жена говорит, он не лег спать. Значит, все нормально. Он раньше ложился спать, так как сильно уставал. Работа, его повседневные дела и усталость после полового акта. После того, как они перенесли время акта, то дневной усталости не было. Он не лег спать после полового акта. Это один из советов, который может вам помочь.